Привет, это доктор Анатоль. Меня попросили поговорить по поводу астрологии. Что я сейчас и сделаю? Это три вещи, которые хочу сказать с самого начала. Номер один, я не специалист. Номер два, что большинство людей думает об астрологии, это просто глупость и идиотизм. Они просто не знают, о чем они говорят. Это связано в газетах и так далее, все такое. И три, идея, что, так сказать, наука противостоит астрологии, это еще больше идиотизм, потому что науке лет максимум 200-300 наукам. А астрология – это дисциплина, которой, по крайней мере, 5000 лет. Она, наверное, значительно больше, потому что на облака, то есть на небо, осмотрели люди с тех пор, как они стали людьми и замечали разные паттерны, разные, так сказать, закономерности между тем, что было на небе и что было на земле. Как вы объясняете эти закономерности – это второстепенный вопрос на данный момент. Эти люди не были идиотами. Так же, как люди, которые были в Римской империи 2000 лет назад, не были идиотами. Так же, те люди, которые писали Библию 2-3 тысячи лет назад, не были идиотами. Это были люди, которые думали очень хорошо и понимали много чего. И любой разумный человек, если он будет читать старые источники, древние источники, поймет, что эти люди были далеко не дураками. То есть они много чего знали. И, конечно, они знали о том, что те вот эти планеты и так далее, которые там витают в облаках на небе, они не являются впрямую чем-то и как-то. Но закономерности там были и они есть. Значит, это первое, что я хотел сказать. Второе, что очень часто люди думают, что астрология, она что-то предсказывает. И если, так сказать, научным путем попытаться посмотреть, как хорошо предсказывает астрология, то, как правило, покажется, что она ничего не предсказывает. Это связано с тем, что астрология – это дисциплина, которая не является дисциплиной, похожей на научной дисциплины. То есть она связана с осознанием энергии, с осознанием осознания самого, осознание бытия и так далее. А науки связаны с точными предсказаниями, разными теориями и так далее. Они служат разным богам. Наука служит интеллекту, то есть говоря о дьяволе. А астрология, она пытается как-то разобраться с тем, как разные ситуации в мире могут произойти. Значит, ну вот это, наверное, самое главное. Теперь я вам расскажу то, в чем я не очень сильно компетентен. Конечно, то, что вы читаете в газете, там эти 12 знаков зодиака – это в основном чушь. Это связано с тем, что при рождении человека будет определенное расположение планет. Это расположение разные астрологи, разные школы астрологов смотрят на это по-разному. На Западе в основном и в России в основном пользуются арабской системой, а в Индии пользуются индийской системой. И вот эти планеты, они будут находиться в каком-то расположении. И это расположение меняется довольно быстро. То есть каждые 4 минуты или что-то такое эти значимые вещи случаются в гороскопе человека. То есть, скажем, если у вас дети-близнецы, которые родились там, скажем, я не знаю, 10-15-20 минут друг от друга, то у них будет разная будет, так сказать, астрология. Насколько разная, ну, в чем-то она будет очень схожая, в чем-то она будет не схожая. То, что люди читают, там, насчет знаков зодиака и так далее, я дева, там, вы телец, а кто-то там козерог, это очень не точно. И не спорьте со мной по поводу слова «точно» или «не точно», потому что в астрологии все более гуманитарно и менее математично, чем, ну, чем-чем. Есть еще восходящий знак, который при рождении очень важный. Есть еще разные планеты. Например, Меркурий заведует коммуникациями, как мы общаемся. Марс заведует энергией, как мы боремся с жизнью. Не забывайте, что я в этом мало что понимаю. Венера – это планета любви. Юпитер – это по поводу расширения сознания и разных других экспансий. Сатурн – это планета, которая нас учит через трудные ситуации, через усердие и труд. Что еще? Луна заведует нашими эмоциями. То, что мы читаем все эти знаки зодиака – это то, что называется «sun sign» или «солнечный знак». То есть, где было солнце, в каком знаке зодиака, когда вы родились. Ну, естественно, солнце, так сказать, движется по небу каждый месяц. Это будет другой знак зодиака, поэтому их 12, а некоторые говорят, что их вообще 13. Возвращаясь ко мне, у меня два друга. Один американец, а другой не совсем. И они очень занимаются астрологией. Я люблю астрологический язык, потому что я к нему привык. Когда-то я на нем общался больше, но если вы скажете им, так сказать, чтобы я составил ваш гороскоп, я этого практически никогда не делаю. Так сказать, есть куча сайтов на интернете, которые вам могут не только сделать ваш гороскоп, но еще и отпечатать разборку. Не спрашивайте меня, где, потому что я не знаю, ну, по-английски я знаю, где. Вот. И не знаю, насколько это хорошо и точно. Вот. Но главное здесь, что астрология дает вам возможность заметить, как внутри вас движется энергия и как она движется снаружи. Вот. И для меня, например, в моем возрасте я заметил, что астрология для меня мало работает. Потому что моя интуиция, она, в принципе, и с раннего возраста была лучше, чем любая астрология. И для меня астрология всегда был просто способ, как познать себя лучше. Не потому что астрологи мне хорошо говорили о том, какой я хороший или плохой, и как у меня будет все. А потому что я мог от этого отталкиваться. Вот они говорят, что вот сегодня у меня будет плохо, потому что Луна находится там в заднице или где-то там в другом месте. А оказывается, что все наоборот. Или вообще там этого ничего нет. То есть не наоборот и не наоборот. Вот. Вот так. Нужно ли в это верить? Давайте поговорим, что такое вера. Значит, верить можно во что-то, что вы хорошо не проработали. А если вы что-то понимаете, вы чем-то занимались долгое время, то это будет не вера, а определенный уровень доверия и определенный уровень знания. То есть, например, вы можете мне верить или не верить, как так называемому духовному учителю, но у меня есть определенный контингент знаний, которым я доверяю. Вот. То же самое с любой дисциплиной. То есть, одна из вещей, которая происходит, когда вы, скажем, оканчиваете колледж или университет, что вы имеете определенную уверенность в том, что вы что-то понимаете, что вы, если не понимаете, то вы можете понять. Потому что вы много-много раз пытались что-то понимать. И поэтому, когда я, например, говорю с каким-то там ученым или каким-то там интеллектуальным человеком, который там, я не знаю, мне говорит, что астрология это чушь, то, ну, я, как правило, никогда это не спрашиваю, но внутри я тебя спрашиваю, что ты, такой научный работник, знаешь об астрологии. Как правило, они не знают ничего. То есть, они там прочитали что-то в газете, им кто-то что-то сказал, что это фигня, и они, так сказать, поэтому это считают фигней. Вот. И это хорошо. Пусть они считают, что они хотят, но когда они начинают давать мнение, основанное ни на чем, то есть, они не изучали этот предмет, то это нужно не им смеяться над астрологами, а астрологам надо смеяться над ними. Я помню, когда я был молодой и приехал к знакомым в одну определенную страну, знакомым моих родителей, вот, значит, они надо мной смеялись, потому что они думали, что я был одним из этих кришнаитов. А внутри, ну, я ничего не сказал, я над ними смеялся внутри, потому что кришнаитом я не был, хотя я это совершенно точно уважаю, эту дисциплину. Но было смешно, что эти люди, они, не зная то, чем я занимаюсь, они смеялись, ну, ни на чем. То есть, на самом деле, идиотами были они. Хотя в их понимании идиотом был я. Это относится к астрологии, это относится и к медицине, это относится к разным, так сказать, теориям конспирологии и так далее, о том, что там, я не знаю, земля плоская и так далее. То есть, любой нормальный летчик, который летает вокруг Земли, знает, что человек, который думает, что Земля плоская, ну, просто идиот. Идиот не потому, что он верит в идиотские идеи, а потому, что ему не хватило ума внимательно все это рассмотреть и посмотреть на веские аргументы в ту и в другую сторону. Вот так. Это то, что я могу сказать насчет астрологии. Всего вам!